Добрый день! Добрый день! И добро пожаловать на урок познания мира в пятом классе. Тема сегодняшнего урока – грибы. Сегодня на уроке мы рассмотрим характерные признаки грибов, приведем примеры различных грибов и объясним значение грибов в природе и жизни человека. На прошлых уроках мы изучали представителей царства растений, царства животных и царства бактерий. С представителями еще одного царства, царства простейших или протисты, вы подробно познакомитесь в следующем году на уроках биологии. Сегодня мы разберем особенности строения и жизнедеятельности грибов, представителей еще одного царства живой природы. Вообще грибы – довольно необычные живые организмы. Долгое время их относили к растениям, и только потом, изучив подробнее, выделили в отдельное царство. Итак, каковы же отличительные признаки грибов? Грибы могут быть одноклеточными и многоклеточными. У некоторых грибов клетки могут сливаться в одну гигантскую клетку. Как и растения, грибы постоянно растут. Их тело разрастается, пытаясь как можно скорее занять то пространство, из которого гриб получает питательные вещества. А питаются грибы, как и животные, готовыми органическими веществами. Поэтому для грибов имеет очень большое значение субстрат, на котором они растут, потому что они всасывают питательные вещества всей поверхностью тела, а не поедают их как животные. По типам питания грибы делятся на несколько групп. Большинство хорошо знакомых нам грибов питаются отмершими частями растений и животных, то есть мертвыми органическим веществом, при этом перерабатывая и разрушая его. Тем самым такие грибы способствуют круговороту веществ в природе и образованию почвы. Шампиньоны, опята, мухомор – все это грибы, питающиеся, разрушающимися органическим веществом. Плесневые грибы также относятся к этой группе. А вот грибы-паразиты поселяются на живых организмах, разрушая их ткани. Трутовики, встречающиеся на стволах деревьев, медленно разрушают их. Микроскопические грибы могут вызывать заболевания и у человека. Чаще всего они поражают ногти и слизистые оболочки, причем поселяются они на слизистых тогда, когда нарушена нормальная бактериальная микрофлора. Грибы могут довольно сильно отличаться по строению. Их тело называется грибница, и обычно она сильно ветвится, проникая в субстрат, на котором растет гриб. Но бывают и исключения. Например, дрожжи – это микроскопические одноклеточные грибы. Они живут большими колониями. Плесневые грибы имеют грибницу из тончайших нитей, иногда напоминающих пушок. На окончаниях нитей, поднимающихся над субстратом, появляются споры. Плесени очень быстро распространяются, благодаря тому, что производят огромнейшее количество спор. Обычно плесени поселяются на продуктах питания, на камнях и стенах домов. Шляпочные грибы устроены наиболее сложно из всех грибов. У них есть плодовое тело. Оно тоже образовано нитями грибницы. Только эти нити плотно переплетены. Плодовое тело обычно возвышается над почвой и образует споры. У многих шляпочных грибов, таких как подосидовик, подберезовик, поддубник, грибница переплетается с корнями деревьев. Так она обменивается с деревьями полезными веществами. Выгоду при этом получает и гриб, и растения. Размножаются грибы с помощью спора. Споры переносятся ветром. Если попадают на подходящий субстрат, богатый питательными веществами, прорастают, образуя новую грибницу. Кроме того, грибы способны размножаться и частями грибницы. Поэтому, собирая съедобные грибы, нужно срезать только плодовое тело. А грибницу оставлять в почве, чтобы появились новые плодовые тела. Роль грибов в природе очень велика. Они, как и бактерии, превращают мертвые остатки организмов в минеральные вещества, доступные для растений. Есть также грибы-паразиты, поселяющиеся на растениях и животных и вызывающие у них тяжелые заболевания, а иногда и гибель. Но и те, и другие являются важной частью живой природы, участвуя в круговороте веществ между живой и неживой природой. Плесневые грибы часто вызывают порчу продуктов питания. Например, мукор или хлебная плесень. Черная плесень, которая появляется на стенах домов или оконных рамах, способствует развитию астмы, тяжелых аллергических реакциях и более тяжелому протеканию заболеваний дыхательных путей. Но есть у плесеней и положительное значение. Именно плесневые грибы являются источником антибиотиков, лекарств, с помощью которых человек борется с тяжелыми бактериальными инфекциями. Например, пеницил или зеленая плесень, которая часто появляется на лимонах, является источником антибиотика, пенициллина. Многие шляпочные грибы, такие как шампиньоны, маслята, опята, человек употребляет в пищу. Наряду со съедобными грибами среди шляпочных встречаются ядовитые грибы, поганки, мухоморы, ложные опята. Но из-за того, что грибы питаются, всасывая вещества из окружающей среды, довольно часто случается так, что даже съедобные грибы тоже могут стать ядовитыми после того, как впитают ядовитые отходы из окружающей среды. Поэтому употреблять в пищу съедобные грибы, происхождение которых неизвестно, может быть опасным для жизни и здоровья. Итак, сегодня мы разобрали особенности строения и жизнедеятельности грибов. Узнали, что их тело представлено грибницей, а питаются они готовыми органическими веществами, как и животные, но всасывают их, как растения. Важно запомнить, что даже безобидные грибы, впитав из окружающей среды вредные вещества, могут привести к тяжелым отравлениям. На этом наш урок окончен. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok